МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С главными событиями среды познакомят наши корреспонденты и я, Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Всех посчитают. Во всероссийской сельхозпереписи принимают участие как личные подсобные хозяйства, так и агрофирмы. Сделай мир ярче, в Чуваксарах появился новый арт-объект. Почувствуй себя дизайнером, жители АЛЛАТРА украшают свои приусадебные участки. В России продолжается сельхозперепись. Во многих районах опросили треть личных подсобных хозяйств. Переписчики работают уже 13 дней. Сегодня вместе с ними на обход дворов и предприятий отправился и глава республики Михаил Игнатьев. Подробности в следующем материале. Одними из первых в поселке Новые Тренькосы участие в переписи приняла семья Александровых. В своем личном подсобном хозяйстве они содержат быков, выращивают овощи и фрукты. Супруги, говорит переписчик, ответили честно на все вопросы. Я пришла к этим хозяинам, они меня встретили очень доброжелательно и решили показать свой участок. В основном, конечно, все желают достоинство показать, чем они занимаются, что они выращивают, что такое даже у кого-то есть экзотическое, интересное. На крупных сельхозпредприятиях перепись проводят по другим правилам. Работники сами обязаны заполнить бланки и предоставить их в органы статистики. Собирать данные об агрофирме «Альдеевская» начали недавно. Главе республики и руководителю Росстата показали инновационные системы, которыми оснащены теплицы. У нас есть система заштуривания для затенения жаркой влезной погоды. Сейчас в агрофирме с каждого квадратного метра собирают более 50 килограмм автоматов. Получать высокие урожаи помогают и шмели. В теплице их завозят специально для опыления кустов. Каждые три недели завозятся шмели на гектар где-то 3-4 улья. На 2-гектарнике где-то, наверное, около 30 шмелиных ульев. Огурцы и томаты от вредителей оберегают энтомофагия. Этих насекомых многим тепличным хозяйством приходится закупать за рубежом. В агрофирме Чебоксарского района их научились разводить сами. Эту информацию тоже внесут в переписные бланки. Это амблисин, который обладает насекомое. Оно на трубях разводится, в тазах. Оно вот само прогрызает пакетик. Сколько человек работают на предприятии, что выращивают, какие объекты возводят. В переписных листах для подобных агрофирм указали более 30 вопросов. В отличие от других, вот от населения, допустим, Альдеевская агрофирма, она должна обязательно отчитаться. Нам, республике, я считаю, что это единственный такой крупный холдинг, который занимается выращиванием овощей, закрытого грунта. И он будет картину по всей республике делать. Несмотря на плотный рабочий график, в обеденный перерыв участие в переписи приняла глава республики. Специалисты Чувашстата Михаил Игнатьев принял в своем загородном доме в деревне Яныши. Укажите число членов домохозяйства, занятых в личном подсобном хозяйстве, в возрасте от 12 лет и старше. Четыре? Четыре человека. Вот так. Сам, супруга. Глава республики отмечают, что только после переписи возможно выстроить эффективную аграрную политику. Сельскохозяйственная, всероссийская перепись проводится для нас, прежде всего. Для того, чтобы выполнять эту государственную задачу, понять на выходе, на потребительском рынке, какая продукция сельскохозяйственная, яблоки, фрукты, ягоды, сколько производится, да? И россияне, сельхозтоваропроизводители всех форм собственности России, сколько обеспечивает потребительский рынок Российской Федерации. С учетом тенденции на импортозамещение это очень важно. Михаил Игнатьев призвал принять участие в сельхозпереписи всех жителей республики. Надо говорить правду. От этой правды на уровне Российской Федерации будут приняты соответствующие уже управленческие решения. Но то, что есть, вот она убедилась, посмотрели, посчитали количество яблонь, кустарников, ягодников. Все открыто, все прозрачно. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Страшный грохот раздался вчера в одном из районов Новочебоксарска. Люди, выбежавшие из ближайших домов и офисов, увидели обрушившийся пристрой бывшего магазина и четверых рабочих, которым потребовалась срочная госпитализация. Во время реконструкции помещения бывшего магазина в ходе выполнения работ по демонтажу кирпичной перегородки высотой около 5 метров, ее часть упала на четверых вольнонаемных рабочих в возрасте от 18 до 53 лет. В результате 18-летнему парню был причинен перелом позвоночника, а остальным различные травмы. По данному факту следственным отделам по городу Новочебоксарску Следственного комитета организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, из-за которых указанный факт имел место быть. Это здание по улице Винокурова – бывший продовольственный магазин. Его реконструкция началась этим летом. Однако не все требования трудового законодательства при этом были соблюдены. Как минимум четверо строителей, сегодняшние пострадавшие, не были официально трудоустроены. Сегодня неформальная занятость стала вопросом первостепенной важности. В первую очередь это вопрос безопасности, отметил глава республики Михаил Игнатьев. И у нас в практике, в реальной практике, люди на работу трудоустраиваются по целым схемам, реконструируют не только торговые точки, и квартиры, и ряд других объектов. Поэтому дозадачивая все органы местного самоуправления, прежде всего главы администрации районов и городов, еще раз посмотреть на все эти моменты, проводимые работы, строительные работы, для того, чтобы люди осознавали свою ответственность. Всего уже за прошлый год зарегистрировано 66 несчастных случаев на производстве. Одной из наиболее частых причин таких трагедий становится пьянство на рабочем месте. Есть кофе, они под видом обеда идут, мне работодатели обедом говорили, и не на одном месте. И, соответственно, после обеда уже тепленькие приходят, соответственно. И таких вещей не должно быть. Помимо медицинской экспертизы, в ходе проверки несчастного случая на новой Чебоксарской стройке будет изучено, отвечали ли рабочие места пострадавших требованиям техники безопасности, и были ли они обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Дарина Игнатьева, Республика. С вопроса охраны труда началось сегодня с заседания кабинета министров Чуваши. Глава Чуваши поставил задачу перед всеми руководителями ведомств строго контролировать соблюдение правил безопасности на производствах. Сегодняшний случай, конечно, вопиющий, но все же единичный. В последние годы показатели производственного травматизма в республике снижаются. Министр труда и социальной защиты Сергей Дмитриев представил доклад о состоянии условий и охраны труда в республике в 2015 году. Отдельные нарушения в сфере охраны труда на предприятиях наблюдаются, но в то же время в республике уровень производственного травматизма падает. Так, за последние пять лет относительные показатели снизились почти в полтора раза. Наша общая задача – не допускать ни одного нарушения на производстве, проводить и организовывать мероприятия на, прежде всего, повышение культуры производства, соблюдение правил техники безопасности и, тем самым, сохранение жизни и здоровья граждан Чувашской республики. Глава Чуваши подчеркнул, что безопасность людей – безусловный приоритет. Он поручил усилить работу по улучшению условий и охране труда. Это, в свою очередь, поможет повысить престиж рабочих профессий, создать новые высокотехнологичные рабочие места. Кстати, как они будут создаваться, прописано в новом документе, который утвердили министры. Спец-инвест-контракт – это договор региона с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Инвестор должен вложить не менее 100 миллионов рублей и создать от 50 до 150 новых рабочих мест. Михаил Игнатьев сообщил, что Чуваши получают из федерального бюджета 500 миллионов рублей. Еще почти 4 миллиона республика получит на софинансирование программы по развитию молодежного предпринимательства. Это тоже наша инициатива, дополнительное распределение средств. Поэтому прошу МИНЕК с отраслевыми министерствами, с министерством образования, отработать все полностью и так далее. И каждый рубль должен быть направлен на получение результата. Министр физической культуры и спорта Сергей Шелтуков рассказал о результатах целевой программы развития физкультуры и спорта, которая закончила действовать в 2015 году. Республике удалось построить и капитально отремонтировать спортивные объекты. Выросло количество систематически занимающихся физкультурой. По статистическим данным, на начало 2016 года в республике функционирует более 3900 различных спортивных сооружений, в которых одновременно могут заниматься спортом до 100 тысяч человек. В Чуваши построено и реконструировано более 50 крупных спортивных объектов, вложено свыше 6 миллиардов рублей, половина из которых средств федерального бюджета. В каждом районном центре возведены универсальные спортивные комплексы. На строительство и реконструкцию спортивных объектов в 2015 году направлено из федерального центра 350 миллионов, из республиканского и муниципальных бюджетов более 400 миллионов. В 2016 году появится новый центр маутинбайка и биатлона, комплекс для ДЮ США по настольному теннису и стрельбе из лука. Приоритетным для республики является и развитие олимпийских, паралимпийских и базовых видов спорта, их в Чувашии 13, в том числе и конный спорт. Оказывается, поддержка и спортсменам, и их тренерам. Михаил Игнатьев отметил, необходимо активнее пропагандировать здоровый образ жизни и поддерживать спорт высших достижений. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Андрей Шоклев, Республика. И еще один вопрос о субсидиях на ипотечные кредиты для сельских медработников вынес на рассмотрение правительства Минздрав Республики. Медицинские работники, изъявившие желание приехать работать в сельскую местность, получают различные виды поддержки. В том числе и субсидию на выплату процентов по ипотечным кредитам, 4% затрат. Минздрав предлагает увеличить возраст получателей соцподдержки до 45 лет для медицинских работников, прибывших на работу в сельскую местность в 2015 году и до 50 лет для прибывших на работу в 2016 году. Мы предлагаем привлечь в этом году на село по программе «Семский доктор» 60 специалистов. Ориентировочно 10 человек смогут воспользоваться данным правом по погашению ипотечных кредитов. Принятие настоящего проекта постановления потребует дополнительного привлечения средств из республиканского бюджета Чувашской республики в размере 600 тысяч рублей, отметила Алла Самойлова. Кабинет министров предложения Минздрава поддержал. Тройной юбилей. Наши коллеги, сотрудники ГТРК «Чуваши» в 2016 году отмечают день рождения всех теле- и радиоканалов компании. Три круглые даты. В этом году «Радио Чуваши» празднует 90-летний юбилей. Каналу «Россия-1 Чуваши» исполняется 55 лет. И 20 лет уже существует телеканал «Россия-24 Чебоксары». В честь такого радостного события ГТРК проводят множество акций. Например, готовят вот такой арт-объект. Перед площадкой телекомпании прямо на глазах вырисовывается всем известная настроечная таблица. Вот эту идею мы вынашивали несколько месяцев. Хотим, чтобы в итоге у нас получился оригинальный арт-объект. Вот такой вот. То есть это телевизионная испытательная сетка, которая имеет непосредственное отношение к эфиру. Вот. И эта идея родилась у нашего художника-дизайнера Лены Бамбуриной. Я думаю, что в итоге у нас все получится и будет очень красиво. И эта картинка будет радовать наших горожан много и долго. Подсчитать количество краски, закупить перчатки, валики и собрать друзей. Гостель-радиокомпания к акции готовилась почти месяц. И, конечно, помочь вызвали все друзья, представители разных СМИ. Приняла участие во флэш-мобе Алена Аршинова. Это очень хорошая идея. Здесь вот такой арт-объект сделать. Поэтому я очень рада, что меня пригласили поучаствовать в этом. Так что мне очень нравится. Национальная телерадиокомпания также не осталась в стороне. Большая часть участников нашей команды – это выходцы из ГТРК «Чуваши». Мы все когда-то в разное время здесь работали. И вот в память об этих замечательных днях мы пришли вас поддержать. Подобными акциями мы просто все объединяемся. Средства массовой информации должны быть вместе, в едином порыве защищать интересы нашего общества. Особенно в таких вот моментах, как украшения нашего города. Юлия Важенина, Республика. Проявить свои таланты и представить себя ландшафтным дизайнером может каждый житель «АллатРа». В городе проходит ежегодный смотр-конкурс на лучшее озеленение и благоустройство территорий. Городской смотр-конкурс – это предварительный этап республиканского смотра на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта. Администрация города «АллатРа» в конкурсе участвует ежегодно. Так, в прошлом году в номинации «Озеленение и благоустройство преддомовой территории многоквартирных домов» первое место было присуждено умельцам дома номер 34 в микрорайоне «Стрелка». Почетное третье место у семьи Козиных. В этом году конкурс проходит по пяти направлениям. К участию в творческом состязании приглашаются предприятия и организации, образовательные учреждения, территориально-общественные советы самоуправления микрорайонов, жилищно-эксплуатационные управления, уличные комитеты, жители частного сектора. Семья Спрыгиных из микрорайона «Ямская» – постоянная участница конкурса. И в этом году им тоже есть чем удивить горожан. Это начал заниматься у меня муж. Муж умер три года. Сейчас я его немножко поддерживаю, цветы вот рассаживаю. Желающим участвовать в конкурсе необходимо до 5 августа предоставить в администрацию города заявку на участие, фото и видеоматериалы. В Чебоксарах разыскивают молодого человека, похитившего 8,5 тысяч рублей с банковской карты. В апреле этого года житель Чебоксар потерял свою кредитную карточку вместе с конвертом, на котором был указан пин-код. Пропажу мужчина обнаружил не сразу и заблокировал ее только на следующий день. Позже стало известно, что с карты исчезло 8,5 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили, что к хищению денежных средств может быть причастен молодой человек, которого запечатлела камера видеонаблюдения. Если вы располагаете информацию о личности или его местонахождении, просьба сообщить по телефону 242-052 и 8-909-333-88 или обратиться в отдел полиции. МВД напоминает, хранить банковские карты вместе с пин-кодами не рекомендуется. Не стоит также размещать эти данные и на самой карте. Уровень заработка не позволяет купить квартиру по рыночной цене, зато является достаточным, чтобы вам отказали в поддержке по различным программам. В такой ситуации сейчас многие россияне. Как государство планирует помогать таким гражданам решать жилищные вопросы, разбиралась Ольга Пырочкина. Не менее 4 миллионов семей в России снимают квартиры из-за невозможности их купить. Это только официальные данные. В ближайшие годы в стране начнут строить жилье для тех, кто не может быть признан малоимущим, но и купить квартиру самостоятельно, даже по ипотечным кредитам, тоже не в состоянии. Основной вопрос, в любом случае, как была озвучена и на Совете Федерации, основная проблема, наверное, как и у всех субъектов, это наличие источников финансирования. Понятно, что бюджеты субъектов, наверное, не могут такой объем обязательств взять. В любом случае, здесь нужно привлекать и коммерческие организации, но для этого мы понимаем, что необходимо создавать какие-то льготные условия. Подробнее об этом, а также о новых технологиях очистки воды на Чебоксарском водоканале и новых тарифах на коммунальные услуги в программе «Вектор комфорта». Смотрите сегодня в 20.45. Это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь и до свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова